Не секрет, что река Кова это исторический природный канал, куда уходят ливневые стоки с улиц Квалихинской, Белинского, Синой площади. В осеннее время в администрацию города регулярно поступало огромное количество обращений о том, что сам канал заилен, забит грязью и вода никуда не уходит. Поэтому администрации Нижнего Новгорода была поставлена задача Нижегородскому водоканалу убрать строительный мусор и ил с одной реки так, чтобы ее русло вернулось в исторические отметки. А проходящие рядом канализационные коллекторы были защищены от размыва вод. Сегодня посмотрели, как Нижегородский водоканал проводит работы по расчистке на углубление реки Ковы. Работа необходима. Необходимость выявили в ходе подтоплений города Нижнего Новгорода, района улиц Горького, Квалихинская, Алексеевская во время больших ливней. Именно из-за мусоренности и заиленности реки происходили эти подтопления. Работы начались в октябре и здесь сразу было отмечено, что в предыдущие годы количество вывезенного мусора исчислялось сотнями тонн. Поэтому и в этом году объем работ предполагался немаленький. Работа проводится на участке протяженность 750 метров, но углубление будет порядка одного метра. Здесь и раньше проводились работы по расчистке, но они были локальными и небольшими. Те работы, которые мы проводим сейчас, они значительно позволят решить проблему оттопления от центральных улиц города Нижнего Новгорода. К сегодняшнему дню подготовлены подъездные пути берега расчищены от порослей. Одновременно началась и основная часть работ по углублению русла реки и вывозу грунта. Большой объем работ уже завершен. Нижегородский водоканал сам кровно заинтересован в этой работе, потому что у нас очень много технологических коммуникаций, которые пересекают реку во время половодия. И сильных ливневых дождей наши коммуникации уходят под воду и подвержены риску разрушения. Бригада Нагорного канализационного участка Нижегородского водоканала ежедневно трудится на объекте. Привлечена необходимая техника – два экскаватора, четыре самосфала. Осталось очистить еще 200 метров и произвести бетонирование оголовка ливневой трубы. Водовыпуска. 500 метров мы уже сделали. Уровень реки в некоторых местах понижен более чем на полтора метра. Поэтому те коммуникации, которые у нас были под водой, в настоящий момент они на виду. Мы их видим, можем их обследовать и будем стремиться к тому, чтобы они всегда были выше уровня воды. Ранее и многие годы из-за иллинного и забитого мусором русла вода после сильных дождей достаточно серьезно в низких участках заливала Ковалихинскую улицу. Происходящая расчистка реки решит эту проблему. Зоны, озера такие стояли, вот эти трубы не помогают. Отсюда переливали трубы, вытащили которые, дорогу понизили, их опустили. Очистка реки идет по установленному плану. Работы планируется завершить к началу весеннего пропуска паводковых вод. Владимир Смирнов, Время новостей.